Всем привет! С вами Хома-сан, и сегодня у нас долгожданный обзор на скетчбук. Ну, как сказать, долгожданный, просто-напросто вам очень заходит, и поэтому, возможно, кто-то ждёт этого. Я сегодня немножечко продавщица из Пятёрочки. Меня всё устраивает, всё классно. И сегодня у нас обзор вот на эту вот прелесть, которую я закончила совсем-совсем недавно. Поэтому, думаю, многие арты будут для вас известны. Возможно, видели их в шортсах, либо у меня в группе ВК я там выкладываю в клипах, так что, если что, подписываемся. Некоторые арты вы могли бы увидеть, если были бы донами у меня в ВК-группе. Думаю, мы приступим к показу. Вообще, этот прекраснейший скетчбук мне подарили из Москвы. Мой друг-товарищ Егорыч, привет! Не знаю, увидишь ты это как-то или нет, но... Вот. И, в принципе, вообще выглядит классно, шикарно. Тут ещё такой скорпиончик переливающийся. В общем, вообще всё отлично. А ещё я буду немножечко хрипеть. Простите, я болею. И тут у меня есть вот такая вот милая пчёлка. Я люблю наклеечки. Помните, помните, да? Ну, из-за того, что здесь очень милая и красивая дама, я решила её никак не перекрывать другими наклейками, а просто немножечко разбивать атмосферу готики. И вообще мне этот скетчбук пришёл вместе с карандашами. И потому первые арты будут карандашами простыми, разными. Ну, а дальше уже по классике всё, чё есть. В начале у нас идёт дата того, когда мне появился этот скетчбук. Ну, и какие-то разные арты очень странные, вклеенные сюда. А ещё здесь руна здоровья. Обычная карандашная мадам из моей головы. Милые разные рисуночки. Ну, и проба карандашей. Ну, и, конечно же, тот самый Егорыч. Егорыч, ещё раз привет. Милый кот Чувырлыш. Смешное выражение лица Дани Крастера. Я просто смотрела какой-то видос, и там он скорчил рожу, и я такая, надо нарисовать. А это Карамбэйби-блогерша, которая сфоткалась вот в такой вот странной позе, и я решила это зарисовать. Это девушка с тяжёлой судьбой из видео с Соней Хромовой. Интервью с ней как раз-таки про абьюзерство и к чему оно приводит. Просто зарисовка самой себя. Необычный мак, назовём это так. Немного жуткая страничка. Мисс Змея, которая решила затеряться среди розочек. Ну, куда же я и без депрессняка. Идея для картины, но я сделала её в диджитале. Всё ещё наш любимый депрессняк. Ещё одна идея для картины под названием «Цикличность». Надеюсь, мне всё-таки хватит сил там рисовать. Тут даже нет смысла комментировать. Горячо любимый Женя Калинкин со Сметаной ТВ. Ну, просто пересматривала их выпуски. Какой-то красивый эльфийский мальчик. Забавная девчуля, желающая вам любви и удачи. А это я участвовала в конкурсе от прекрасной художницы Кристины Каспии. И это была зарисовка мини. А какую работу я всё-таки выложила на участие, можно посмотреть в группе ВК. Даже не спрашивайте, просто очень неудачная страница. Милый толстый котик в радужном свитере. Ещё одна очень странная дамочка, но получилось неплохо. Вот эта страничка мне очень нравится. Она простая, но при этом какая-то такая очень загадочно красивая. Вот правда, как мне это комментировать, как мне это объяснить. Ну и, конечно же, сердце с глазом. Это уже какой-то прикол. Сюда должны быть странные девушки, сердце с глазом и депрессию. Ну и котики ещё, конечно, вот как и сейчас. Весёлый опоссум. Что я там говорила про странных девушек, так вот. И ещё одна зарисовка для картины. Увидела просто фотку в ВК вот такой вот весёлой собаки. Ещё одна зарисовка для картины. Кто смотрит мои влоги, тот узнаёт эту прекрасную картинку. Это кадр из Человека-бензопилы. Ах да, подбадривание, точно. Вот чего ещё не хватает в нашем бинге. Милая тыквоголовка. Вообще есть грустная песенка про человека-тыкву. Могу её скинуть вам в Телеграме. Ну, по крайней мере, написать название. А это ведьмичка к Хэллоуину. Какая-то очень неудачная демоническая голова. Потрясающий котик тоже к Хэллоуину. Ещё одна просто полуобнажённая девушка. Красивая осенняя страничка. Много сердец не бывает. Просто побаловалась маркерами. А здесь у нас уже пойдут работы именно из больницы. Если что, можете посмотреть про это видео. Здесь я написала планы и цели, лёжа в больнице и думаю о том, чтобы поскорее выздороветь. А также у меня здесь будут в клейке просто мини-артов, которые мне некуда было одевать. Здесь очень плохо видно, но это прекраснейший юлай, которого я могу выложить в Телеграме. Просто погрызенное яблочко. Красивая фотография была, и я решила её нарисовать. Как раз-таки лёжа в больнице, и я прочитала превращение кавки. Если что, можете глянуть обзор. Красивые птички, которые вы могли замечать в шорцах. Если что, у меня теперь целая рубрика по рисованию птичек. Ещё одна птичка, и я с вечным вопросом, пока лежала в больнице. Здесь была прощальная записка для моих родных, так как я думала, что уже они выйдут из больницы. Здесь страничка с жалобами для врача. А, эта записка должна была пойти врачам, когда бы я сбежала, если бы меня не выпустили через неделю. Стыдоба, но это мой план побега из больницы. Ну и также волосы. Если вы хотите узнать, для чего они, то пишите в Телеграме, я вам отвечу. Просто страничка для того, чтобы расписать ручку, да зарисовать какие-то мелкие странные арты. Великолепный Арсений Попов из импровизации, ну уже импровизаторов. Ещё одна страничка с маленькими зарисовками. Цветочки. Это я уже, по-моему, выписалась из больницы. Зарисовка моего младшего брата, который очень обожает телефон. Ну ладно, я такая же. Это мой персонаж. Да, она чем-то похожа на меня. Интересно, почему. И этот арт вы могли наблюдать в ВК-клипах. Ну, а здесь просто фрукты, ягоды и всё. Мини-пейзажик, ничего необычного. О-хо-хо. Ну, а это монстряки, которые как раз-таки вы могли наблюдать у меня в ВК-донатах. Ну, думаю, получились они неплохо. Очень помогает разнообразить свой скетчбук, да и, в принципе, вспомнить, как рисовать разных непонятных существ для того, чтобы немножечко свою фантазию взбадрить и сказать, Алло, просыпайся, ты вообще где? Мы будем только перерисовать из интернета или мы, может, всё-таки начнём сами рисовать? Как-то так. Кстати, маленький вопрос. Какой из этих монстряков вам понравился больше? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Тем более, если я правильно помню, то они у меня все почти разными материалами сделаны. Хома и какой-то странный призрак. Этот арт я вам покажу только в Телеграме. Намекнут тонко, возможно, он связан с фанфиками. Прикольная задумка про внутренний мир. Красивая рыжая женщина Гуашью. Как я уже говорила, я придумала своего персонажа по своему образу и подобию. Ну, а также теперь у нас есть ещё второй персонаж, который вы могли наблюдать в другом обзоре на скетчбуке, и которого я решила добавить к нашей вселенной. Это Демон Ликус. Ну, а тут прекрасная, очень милая змейка с лицом куколки. Опять-таки, наш персонаж Хома. Привет-привет. Вообще, в ВК-клипах у меня идёт рубрика по поводу того, что я учусь рисовать. И как раз-таки рисую своего персонажа в разных позах интересных, которые нахожу в интернете. Либо придумываю из головы. И вот здесь как раз-таки добавляется наш прелестный Демон Ликус. Ну, и последний арт – это Меган Фокс. Не спрашивайте, просто увидела ее фотки. Очень понравилось сочетание цветов. Куда же без нашего прекрасного перерисования артиков. Но, правда, я совсем недавно вела этот скетчбок, и поэтому разницы особо видно не будет. Ну, и тем более, что я это уже рисовала, и мне пока что не хочется и сказать одно и то же. Но у нас есть вот эта вот идея для картины. Холста у меня свободного на данный момент нет, к сожалению. Хотя я бы с удовольствием. Поэтому... Кидывайте мне бабки на бусте. Куплю холсты. А? Как вам? Агрессивно? Указы болевают. Прошу прощения. Вот. Мы перерисуем вот это вот. В более лучшем качестве, если у нас получится. Давайте приступим. Тем более, что я возьму для этого... Так, вот здесь падалось. Вот этот вот скетчбок. В принципе, непонятно, зачем я покупала тот скетчбок. Я себе рисую в этом. Ну, просто он тоненький и скоро закончится. Поэтому на всякий пожарный, запасной, всегда надо. Берите два. Если бабки позволяют, берите два. Если вообще, прям вообще позволяют, берите четыре. На все случаи жизни. Ну, что дальше? Давайте приступим. А потом будет обзор на этот скетчбок. Безконечный. Там будут бесконечные обзоры. Ну, пока я жива, конечно. Хотя... Все к тому времени придумывают клонирование. Почему-то всегда, когда снимаю и рисую, получается какой-то гэл. Итак, мы сделали уже как бы заготовочку, да? И теперь берем ножницы. И я думаю, ну, вы поняли, что я хочу делать. Прорезать бумагу, где как раз-таки кот как бы ее прорезал. Процарапал своими коготочками. Я думаю, получится прикольно. Хоть по низу. И, конечно же, возьмем гуашь. И осталось только наши прорезики прорисовать красной краской. Наша старая зарисовка, которая была сделана еще в сентябре. А вот, что мы имеем уже на сегодня. Думаю, получилось неплохо. Тем более, вот эта идея с прорезанной бумагой мне очень даже нравится. Покажу вам при лучшем свете, чтобы, может быть, лучше разглядели. Потому что кожа как съедает камеры цвета. И все становится одним таким пятном сплошным ужасом. Но вот в жизни, ну правда, выглядит получше. Вот такой обзор у нас получился. Надеюсь, вам понравилось. Возможно, взять какие-нибудь идеи для себя. Если будете что-нибудь рисовать или перерисовать, то, пожалуйста, скидывайте мне в телеграм-канале. Либо в комментариях в группе ВК. Мне будет очень приятно. И я запущу вас. Ну и... Что ж, на этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой телеграм, на группу ВК, на Бусти. Как-то так. Пока-пока.